Класс – мшанки. Известно около 4,5 тысяч видов мшанок. Это морские и пресноводные сидячие колониальные животные. Размеры отдельных особей не превышают 1-3 мм. При этом, стелющиеся к колонии мшанок могут занимать площадь более 1-2 м. Встречаются в воде в виде разнообразной формы клубков и наростов на камнях, сваях, на водных растениях и различных упавших в воду предметах. Эти наросты имеют очень невзрачный вид и бывают чаще всего буро-коричневого цвета. Они не обнаруживают при беглом осмотре никакого видимого движения. Начинающие специалисты обычно не обращают на них внимания, принимая их за какие-либо посторонние предметы. Мшанки Это не сегментированные организмы со сквозным пищеварительным трактом. Анальные отверстия расположены снаружи от щупальцевого кольца элофофора, рядом с ротовым отверстием. Нервная система в связи с сидячим образом жизни сильно упрощена и состоит у каждой особи только из одного нервного узла – ганглея, расположенного между ротовым и анальным отверстиями. От него отходят нервы к щупальцам и ко всем органам особи. Единной нервной системы для всей колонии нет. Органами чувств являются щупальца. Дыхательный аппарат, кровеносная и выделительная системы у пшанок отсутствуют. Обмен газов происходит через щупальца. Кровью служит полостная жидкость. А выделительные функции выполняют особые клетки, находящиеся в ней. Вашему вниманию представлена схема строения пресноводной мшанки. Колония мшанок состоит из большого числа микроскопических особей – зоидов. Каждый из которых заключен в известковую хитеноидную или студенистую ячейку – зоицей – цистит. Через отверстие зоица выдвигается передняя часть тела зоида – полипит, несущая ротовое отверстие с венчиком ресничатых щупалец – лофофором. Движение ресничек на щупальцах создает ток воды, который приносит к рту мшанке пищу – мелкий планктон и тетрит. Тело мшанок подразделяется на два отдела, которые, однако, не являются сегментами. Передний конец особи свободно торчит в упружающую воду и несет на себе рот с венчиком щупалец вокруг. Задняя половина животного одета утолщенной кутикулой, производимой наружным эпителием тела и имеет вид глубокой чашечки или мешочка. Эту часть животного нередко обозначают особым термином – цистит. Вашему вниманию представлена схема строения колонии мшанки-ползучей. Втягивание совершается при помощи двух особых мускулов-ретракторов. Они находятся по бокам кишечника и передним концом прикрепляются изнутри к стенке тела полипида, по сторонам рта, а задним концом – к основанию цистита. При втягивании передней половины тела в цистит отдельные щупальца не вворачиваются, а весь венчик их уходит вглубь образующегося впячивания. Щупальца имеют вид длинных нежных выростов, в которые заходят каналы целома и покрыты мерцательным эпителием. Они служат для собирания пищевых частиц и в качестве органов дыхания. В колониях морских мшанок зачастую наблюдается полиморфизм, то есть дифференциация особей по строению и функциям. Особи, кормящие остальную колонию, носят название автозоидов. Различают также авикулярий. Благодаря клювоподобным выростам они защищают колонию, отпугивая хищников. Виброгулярий – очистка колоний. Генозоидов – укрепление колонии. Гонозоидов – функция полового размножения, то есть производят яйца и сперму. Наиболее интегрированные колонии по сути напоминают единый организм. Пища мшанок – это водные организмы, водоросли, включая диатомовые, простейшие, калавратки. В целую очередь мшанки служат кормом для морских ежей и рыб. Вашему вниманию как раз представлено фото рыбы, питающейся мшанкой. Размножение мшанок бывает половым и бесполым. Все мшанки – гермафродиты. Некоторые виды выметывают яйца и сперму в воду, где и происходит оплодотворение. Однако, большинство мшанок вынашивает яйца в зооцеях или особых в водковых камерах – авицеллах. Для оплодотворения захватывания щупальцами свободно плавающую сперму. Развившаяся личинка покидает в водковую камеру. Они трохофорообразные. Снабжены венчиком ресничек. Некоторые – цефанаутез, например, двустворчатые раковины. Личинка прикрепляется к какому-либо предмету. И, претерпев метаморфоз, то есть преобразование организма, в результате которого происходит превращение личинка во взрослую пособь, образует первую пособь – анцестролу. От которой отпочковывается новая колония.